Добрый день, друзья! Итак, если вы это смотрите, то не побоялись слова «луковый» в названии пирога. Действительно, лук – основной ингредиент, но в итоге вы получите пирог, вкус которого будет скорее мясным, нежели луковым. Серьезно! Просто попробуйте, ладно? Поехали! Достаем сливочное масло из холодильника. Это важно! Масло должно быть холодным и твердым. Стандартная пачка – 200 грамм. Так что режем пополам, затем отмечаем половину и половину-половину. Делаем разрез. Вуаля! 125 грамм готово. Масло натираем на терке в миску. Сюда же просеиваем 225 грамм муки. Смотрите, одна полная столовая ложка – это примерно 50 грамм. То есть нам потребуется 4,5 таких ложки. Далее 3 столовые ложки сметаны. Если нет сметаны, можно использовать майонез. Если нет майонеза, ну, сбегайте в магазин. Половина чайной ложки соли. По поводу ложек. Везде и всюду порции указаны без горки. То есть набираете ложку. Стряхиваете лишнее. Это 1 чайная ложка соли. Это половина. Слегка замешаем ложкой. Все делаем быстро, пока масло не размякло. Затем продолжаем чистыми руками. Сильно вымешивать не нужно. Это песочное тесто, просто до однородности. Готово. Собираем все в ком. Заматываем в пленку. Тесто можно оставить и в миске. Накройте тогда тарелкой или крышкой. И в холод минимум на 30 минут. Далее ставим на маленький огонь сковороду. Огонь должен быть что-то между средним и совсем минимальным. Столовую ложку растительного масла. Подсолнечное, оливковое, что есть. И небольшой кусочек сливочного. Одновременно с этим кипятим чайник с водой. Нам понадобится литр 2 воды. Собственно лук. Так, принцип чем больше, тем лучше здесь не актуален. Мясным пирог будет только от 4 средних луковиц. Лук очищаем и мелко нарезаем. Сначала разрезаем продоль. Затем делаем столбики. И затем шинкуем. Далее самое главное. Лук перекладываем в дуршлаг и не спеша обливаем кипятком. Это необходимо, чтобы убрать горечь. Также хорошо промываем под холодной водой. Секунд 30-40. Даем воде стечь. Сковорода нагрелась, масло растопилось. Выкладываем лук. Немного перемешаем. И на таком же минимально умеренном огне будем пассеровать. Лук не жарится, а как бы тушится. Но без крышки. Пропитывается маслом. Это делает такой пирог абсолютно безвредным для тех, кто не ест жареного. Лук оставляем минут на 30. Периодически помешиваем. Значит берем миску, в которой замешивали тесто. Не пачкайте лишнюю посуду, нам ее мыть. Берите обычный сырок, можно сливочный. Никаких сырков с добавлением ветчины, бекона и прочего. Там этого нет и в помине, только не нужна химия. И еще момент. Внимательно читайте мелкий шрифт. Есть сырок плавленый, а есть продукт сырный плавленый. Это не одно и то же. Стоит такой продукт копейки. Вкус и польза соответствующие. Натерли. Далее сюда одно яйцо. Еще одно. И только белок третьего яйца. Желтком мы будем смазывать верхушку пирога. Так что в сторону его. Нарезаем любую зелью. Мы использовали укроп. Можно заменить сухими травами из пакетиков. Хорошую щепотку соли. Черный перец. И вилкой размешиваем до однородности. Все. Лук еще готовится. Время не теряем. Включаем духовку на 200 градусов. Если газ, то чуть больше среднего. Не забываем помешивать лук. Тесто постояло минут 30. Делим его на две части. Одну половинку снова в пленку. И в холод. Присыпаем немного стол мукой. И начинаем раскатывать тесто. Можно немного муки на скалку. Поправляйте края при необходимости. Толщина примерно полсантиметра. Вот форма, в которой будем выпекать. В принципе, можно купить алюминиевую форму. Она продается в любом супермаркете. Одноразовая. Плюсы. Не нужно мыть. Можно сразу завернуть чем-нибудь и отнести на работу. Или еще куда-нибудь. Так вот. Диаметр круга должен быть чуть больше, чем диаметр формы. Теперь маленьким кусочком сливочного масла смазываем дно и немного края формы. Перекладываем тесто. Делаем небольшие бортики. Вилкой делаем проколы, чтобы тесто не вздувалось. И отправляем в духовку на 10 минут. Лук наверняка готов. Прошло уже порядка 40 минут. Он стал мягкий, прозрачный. Снимаем его с плиты и высыпаем начинку. И сразу же быстро перемешивайте, чтобы яйцо не сварилось. Пока тесто допекается, достаем вторую половинку теста. Раскатываем ее точно так же, как и первую. Единственное, диаметр нам нужен четко по форме. Я намеренно бегаю туда-сюда по рецепту. Конечно, можно сначала приготовить отдельно лук, отдельно тесто и так дальше. Но ведь цель любой готовки затратить как можно меньше времени. Все должно быть быстро, вкусно, полезно. Ну и еще желательно дешево. Достаем наш корж. Дальше самое приятное. Выкладываем начинку. И распределяем равномерно от центра к краям. Далее накрываем это все вторым куском теста. Края подгибаем. Если получится, можно прищипнуть края к нижней половине. Помните, у нас оставался желток? Слегка взболтайте его. Добавьте сюда одну столовую ложку молока или воды. Мое молоко слегка прокисло, но здесь-то не имеет значения. Немножко размешаем. Смазываем верхушку. Если нет кисточки, можно и пальцем, не страшно. Благодаря яйцу корочка будет желтой и красивой. Дальше сделайте пару проколов ножом. Так, чтобы пирог не вздувался. Пара десятков. Если хочется совсем уже оригинальности, берем ножницы. И, к примеру, поделим его сразу на 8 частей. Делаем такие надщипы. Духовка по-прежнему на 200 градусах. Отправляем туда форму ровно на 30 минут. Прошло 15 минут, можно еще раз смазать желтком. По окончании сразу же достаем и ставим остывать. Лучше всего оставить пирог хотя бы на часик в холодильнике. Он выстоится и будет только лучше. Есть луковый пирог можно и холодным. А можно подогреть слегка в микроволновке. Это уже по вашему усмотрению. Угостите этим пирогом своих домашних или друзей. Только не говорите, что в нем. Попросите отгадать. И варианты напишите в комментариях. Не забудьте подписаться на канал. Вам не сложно, мне приятно. Наслаждайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok